Дорогой зритель Здравствуйте, скажите, а почему именно монетки бросают с центра, вот у него километра? А что еще бросают? Я не могу так. Скажите, а сколько можно заработать на этом бизнесе? Скажите, а тут заработать нельзя, тут можно только проиграть. Только проиграть. А вы сколько проиграли уже? Несколько лимонов. Лимонов чего? Другие какие-то. Друзья, азартный бизнес он такой, поэтому будьте аккуратны, когда приходите на нулевой километр. Красивейшая панера. Красивейшая панера. Что, я не могу его, я текст просто, да и вот. Спасибо. Говорят, что Москва самый лучший город в мире, и ни для кого это не секрет. Вот смотрите. Какой самый лучший город в мире? Я правда не понимаю, почему в ноябре стоит сцена с декорациями, посвященную явно 9 мая. Умом Россию не понять. Дорогие друзья, мы находимся вместе с вами в самом центре нашей столицы, а именно на Красной площади. Каждый день здесь проходит большое, просто огромное количество людей. Наверняка у кого-то из вас в голове воздался такой вопрос. А о чем же думают эти самые люди, проходящие мимо вас и рядом с вами? Я вам еще ответ дадим. Очень простой. Сейчас узнаем об этом. Мне очень прям кажется, что у меня очень жирная переносица, нет? Нет, мне кажется? Вот такая, говорю, большая? Да, очень жирная. Значит, и мы с тобой потом пойдем в театр. Я тебе куплю чашечку кофе с коньячком. Ты хряпнешь и вот у меня тут зачешется, значит, зачешется тут вот у меня. Фристайла, ракамакофо, терьев, ё, фрика, фристайла. О, какой у меня классный фу... О, и вспышка есть. О, о, что бы еще сфоткать у меня? О, и в руке сидит, и смотри какой. О, классно так как. Пойду что-нибудь еще попоткаю. Я такой большой, как вырасту буду воевать. Это, короче, там служить. Вот такой я молодец. Ё, и Машка полюбит меня. Ребят, кто-нибудь, может быть, спинку мне почесать? Пожалуйста, немножечко. А-а-а, отлично, отлично. Ниже, ниже, ниже. Во-во-во-во-во, о-о-о, и коня, коня не зовут. А-а-а, вообще супер. Какой, о-о-о, какой, какой замечательный у меня... У меня, не у меня, так, у меня убегу. Просто убегу. Так, пусть все видели, что я фотографировал, но я никого не фотографировала. Я скроюсь, меня никто не найдет. Эх, говорила мне мама, иди-ка ты в техникум, получай профессию. Сейчас на заводе работаю. Юмор ТВ очень серьезный телеканал. Поэтому мы с Витей решили действовать очень активно. Как известно, друзья, в России существует много проблем, но есть две самые крупные и самые большие. Это дороги и российский футбол. Мы с Пашей решили поспорить и выяснить, какую сумму денег готов потратить гражданин России на решение одной из этих проблем. Я беру футбол. Я беру дороги. Погнали. Погнали. Добрый день. Вы знаете, какая самая главная проблема в стране? В России. Я вам подскажу, это российский футбол. Здравствуйте. Знаете ли вы, какие две основные проблемы в России? Проблемы? Наверное, дороги первая. Вторая. Алкоголь. Сколько вы, скорее всего, готовы потратить на развитие российских дорог? Сколько мне жалко, но, не знаю, лезть по-могу максимально. Сто рублей. Отлично. Если не жалко, на развитие... Друзья, сто рублей на развитие российских дорог. В общем, где-то в Сызране одна ямка скоро залатается. Спасибо большое. Скажи, какая одна из главнейших проблем в нашей стране существует? Ну, отвечу. Классический российский футбол. Действительно, российский футбол. Скажи, а вообще нравится, как играет наша сборная? Да, я вообще не любитель футбола, но я вижу счет. Мы тоже видим счет. И для того, чтобы наши заиграли, нужно пожертвовать хоть какую-нибудь сумму на развитие российского футбола. Скажи, ты какую сумму готов потратить? Ноль. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Ребята, вот он! Смотри, сейчас у тебя есть возможность, если тебе сколько не жалко, внести в развитие... Ты уже подготовил на проезд почти. В общем, развитие дорог, ремонт. Сколько тебе не жалко? Друзья, 21.50 в Саратове уже готовят асфальт света. Добрый день. Вы знаете, какие две проблемы существуют у нас в стране? А так все хорошо начиналось. Не деньги нужны, а энтузиазм. Сколько вы готовы пожертвовать на восстановление и реконструкцию дорог? 10 рублей. 10 рублей не жалко? Не жалко. Ну что ж, спасибо, давайте. Итак, чирик. Чирик не на фуферик, а на дороге, друзья. Спасибо большое. Скажи, какую денежную сумму ты готов потратить на развитие российского футбола? Прошу, у тебя сколько денег? Ну и так, сколько? 5 рублей. Давай. 5 рублей. Такого мы не ожидали. 5 рублей копил в российской сборной. Спасибо. Вот у нас сейчас проходит акция в данный момент. В помощь обездоленным дорогам. Мы хотим вернуть им красоту, понимаете, эластичность, чтобы машины были не только, чтобы внедорожники, но и красиво ездили. Так вот, сколько вы готовы пожертвовать для этой замечательной акции? Сколько не жалко? Рубль. Рубль не жалко. Видите, копейка рубль бережет, здесь целый рубль у нас, друзья. Ну что ж, для дорог ничего не жалко. Оп. Все для России. Друзья, рубль. Скажи, тебе нравится, как играет наша сборная? Ну да. Все устраивай. Нет. Как думаешь, но для развития российского футбола нужна какая-то сумма, нужны денежные средства, чтобы наши заиграли. И какую сумму готов потратить ты? Ну, 1 рубль. Давай. Один рубль в копилку российской сборной. Сколько ты готов потратить на развитие российского футбола? Ну, мне уже доставать, да? Да, доставай, доставай. Так, это 10 рублей. Примерно 10 рублей. Еще 10 рублей в копилку российской сборной. Итак, я вижу у вас в руках 100 рублей. 100 рублей на развитие российского футбола. У меня тут больше, но я готова пожертвовать 100 рублей. Для того, чтобы я уже не поиграл. 100 рублей. Играй, Аршавин. Скажите, пожалуйста, какие две основные проблемы вы считаете в России? Кроме дорог? Кроме дорог. Сразу прямо, кроме дорог. Да, у нас нет проблем. А, ну, все нормально, в принципе. У нас сейчас стартует такая акция. Мы помогаем бедным, обездоленным дорогам обрести настоящий хороший асфальт. И вот сколько вы готовы пожертвовать на эту замечательную процедуру? Ну, я считаю, что у нас деньги так берут за дорогу. Так вот. Ну, а от себя? От себя сколько? На самом деле, не сколько. Ни сколько? Вот прям, ни сколько? Даже не на одну защитную ямочку какую-нибудь где-нибудь. Что сделали? Нет, даже на ямочку. Ну что же, друзья, здесь все ясно. У российских дорог нет будущего. И пока в России не перестанут класть свежий асфальт, когда выпал первый снег, дальше мы никуда не сдвинемся. Кош, ну ты не расстраивайся. В России еще много проблем и много нерешенных вопросов. Погнали. Ехали. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...